С чего должен начинаться рабочий день? С обхода вокруг своего предприятия. Так считают сотрудники Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия, и это понятно. Снаружи все должно выглядеть таким образом, чтобы рабочие и клиенты хотели зайти внутрь, а мимо проходящие горожане остановить взгляд. Именно поэтому здесь провели свой фестиваль цветов. Иными словами, масштабную кампанию по благоустройству. Кто-то из великих сказал, что красота спасет мир. Ну и конечно, эта территория городская, но она находится возле нашего предприятия, и мы просто как коммунальники не могли себе позволить, чтобы у нас было в непотребном виде. У подножия здания яркая аккуратная площадка. На зеленом английском газоне пока единственные в городе габионные изящные арки, как символ соединения с горсветом, скульптура фонарщика и, конечно же, цветы и растения. Яркая герань, вечно зеленый можжевельник, хвоя. В общую картину добавляет свежести автоматическая система полива. Все это сделано руками наших работников. От начала до конца. От задумки до исполнения. И очень, конечно, приятно смотреть, когда останавливаются люди, детки, любуются этой красотой. И это вдохновляет. Сегодня сложно поверить в то, что пару лет назад вместо благоустроенной, прилегающей к зданию площадки, был пустырь. Для того, чтобы создать такую красоту, нужно было одном – созидательное участие большинства сотрудников. Кинули клич и не прогадали. В кампании по оформлению территории принимали участие активно и без исключения все – от рабочих до самого начальника. А мотивировать людей на общую работу не пришлось. Всегда радостно, когда какая-то инициатива уже поддерживается всеми и воплощается в жизнь. Мы разделили территорию на части, по отделам закрепили людей. И я была приятно удивлена, когда люди творчески подошли к этому. Они говорят, что не очень разбираются в стилях флористики. Делали, полагаясь на сердце. Общими усилиями сотрудников, а это 350 человек, удалось оформить 4 цветочных переулка и одну зону отдыха. Обошлись без ландшафтного дизайнера. Все, как говорится, своими руками. А еще удалось отходы превратить в доходы. Если не материальные, то моральные. Например, беседку сделали сварщики, а старые заборы превратились в изящные арки. Сердце экспозиции – альпийская горка. Она тоже сделана руками рабочих. Рождались какие-то идеи. У нас появилась альпийская горка. Появилась эмблема ДЭПа, клумба в виде эмблемы нашего предприятия. Приходили целыми семьями. Выходной день работали здесь. Повышение уровня благоустройства, обеспечение чистоты и порядка на территориях городских предприятий – одна из важных задач развития Бреста. И с этой задачей ДЭП справляется на отлично.